Так, мы же говорили уже, допустим, на своем острове в 1907 году открыла татарскую газету Кабрахмангу Марии. И так как Кабрахмангу Марии был репрессирован, в 1914 году газета закрывается. И в 1991 год выпустили три экспериментальных номера газеты Дель. При базе районной газеты Приволжский Татар, буквально ее набор, и бумага, и под ее редакторством Забарчет Закировна Муратовой. А потом она была представителем союза журналистов Астраханской области. Буквально она делала только три номера экспериментальных, потом огромную силу внесла, чтобы газету... Как я говорила, пенсинская татарка Альфия Назиповна Дулатова. Тогда при Альфии тираж газеты было 3300. Газета имел именно татар, татарский дух там. Действительно писали про татарские просветители, про религии, про культуру. Это был прямо такой подзем газета. Альфия Дулатова, конечно, однозначно первое время газета связана именем Альфии Дулатовой. Были такие времена, буквально понятные, это же 90-е годы, буквально почти на пустом месте, на пустом месте открыт газету. И даже буквально газета на чайке, у нее большая сумка была, большая сумка была. Шунда весь тираж, наверное, с этой сумкой натаскала на плечах. И берет издательство, и потом она передает это в распечатку. В 1915 году, стоп, 15 февраля, 2007, нет, 2005 год, 15 февраля, я открыла в газете «Татарский отдел». Я помню еще, первый, это мой материал, он сначала был небольшой, про день рождения нашего великого певца Ихам Шакирова. Певца, это февраля, его день рождения постепенно. Было очень сложно, очень сложно было достать шрифты. Спасибо, Татарстан, по-моему, Татарстан нет, Дамитня. Вообще, я сама только знаю, через чего прошла, через, допустим, это с этим татарским отделом. Мне не жалко, свое здоровье было, времени, денег, сколько туда, конечно, ушло. Я служила в своей нации. Во-первых, тогда еще я не умела печатать печатную машинку. Понятно, 2005 год еще, компьютеров редко, мало, и не все мы умеем. Это, он, мискельтармошнистка, вообще Татарский не понимает, печать не имеет. Она ей буквально вот этот свой материал писала, писала ей буквально. Это печатную. Итог я не понимаю. Ну, понятно, конечно, было масса проблем, но были оптимисты. Мы служим своей нацией. Мне было очень приятно брать интервью, такие вот так, стаканские интеллигенции писать. Про других уважаемых людей они оставили в газетах. Я, это, большая часть, я думаю, я считаю, в Казани, они сохраняются в институте Тель-Эдябьят Хантарихэнстенда. Это институт, научились в институте в Казани, языка, культура. И вот это институт, где была директор Ким Минолин. Я сам кое-какие номера, я сама сдавала. Дальше, после Альфи, разные периоды были. Были очень сложные периоды, газеты были. Был редактором определенный период, Рафаил Ижбердеев. Там совершенно другого русла пошло уже. Но, тем не менее, татарское отдело я не скрывала. Это было как будто мем Баламова, буквально Балам. Если уже, ну, тяжелые же времена, вот начали сокращать там штаты, или там что-то. Именно начали рубить татарский отдел. Это просто Альфи. Разные редакторы были, разные редакторы были. Вот я, ну, именно Баламова, мать же, не дается бить своего ребенка, сохранить, как можно. Я точно так вот, допустим, сохраняла. Я писала материалы про вам Золотой Орды, поездки про Золотой Орды. Конечно, делала специально, допустим, листы. 2000-й, какой же, вот, 2000-й год. Были гастроли, академический театр из Казани, в Астрахани. Очень большой материал, там еще знаменитые артисты у них брала интервью. Ой, интересно, вот это Куя, смотри, вот это, интересно, очень даже про это писала. Конечно, это Астрахань, это Нагайджире, Казанская царица Симбеке, про это мы писали, про это Рот писали, про знаменитые и так далее, и так далее, и так далее. Ну, так далее, как мы говорили, были разные редакторы, к великому сожалению, к великому сожалению, после моего уезда, еще до ковида, говорят, 2008-й или 2009-й год газета закрылась. Ну, говорят, это финансовая проблема, ну, и были, скорее всего, и другие, нестабильность, вот так. Про газеты я говорю. Меня зовут Паттеева, Паттеевна Ильяшкиржановна, я сама врач, окончила знаменитый Казанский мединститут и Олдаше, одна сельчанка нашего ГАЯЗ-Исхаки. Я думаю, татар, Жанна Булгангши, все они знают, кто такой ГАЯЗ-Исхаки. Газеты, конечно, писали и про ГАЯЗ-Исхаки, разумеется. Да, в Астрахани я жила 30 лет, как я говорила, стоял из стоков. В татарское общество я пришла 8 марта 89-го года, вернулась с учебы из киевского Гедова, я сама доктор, как я говорила. И с этого я более 30 лет уже национальным движением. Была сначала членом совета, потом избиралась дважды заместителем председателя, создала женскую организацию АКОЛФАК, а потом через Казанские царицы общественное объединение Симбеке. И особо хочу акцентировать внимание, да, в Казани, конечно, знать, что Симбеке – это Казанская царица. Наверное, нет человека, который я не знал. Но вас, конечно, Астраханские татарцы знают, что Симбеке – Ногайдар бляляр. Но были такие, к великому сожалению, для моего удивления, простые наганцы просто напрочь забыли про свою знаменитую дочь. Ну, понятно, Галимна – это война у Камышларе, у образованные люди, особенно Ставры, Карачаи, Черхесии. Они знают, что Симбеке – понятно, большое уважение и любовь к ней. И, конечно, мне приятно, что именно создала общественное объединение именем Симбеке. И, то есть, допустим, я вернула, это помогла вернуть именно имя Симбеке своему народу. И тесно начали сотрудничать Ногайское общество Берлик и Дегей. А потом начали сотрудничать Тереклимактеп, Дагестан, это Ногайский, Карачаи, Черкесия и так далее, и так далее. Я являюсь Симбеке-Блязиге, лауреатом Симбеке-Блязиге, изучала я древний род у русовых. У русовых, конечно, известно, они оставили разные мнения о себе. Понятно, были определенный час, перешли в службу царской армии, цесарю. Были такие, которые, вернее, в основную часть остались в южном Астраханский степях и, допустим, помогали, несли свою огромную лепту в сохранении татарского языка, культуру и именно религии. Одна из таких у русовых Зерхабира Апа. Она учительница, училась в Казанской университете татарской филологии у Кадуча. Мне приятно стоять буквально, я с ней очень плотно общалась. Конечно, между нами разница очень большая, она 1929 года, по-моему. Тем не менее, разница, как мои родители, но тем не менее, у нас объединяло единство, допустим, единство духа, единство взглядов и взгляды, отношения татарского мира к своей истории. В Астровине, когда я жила, я редактировала и выпустили мне шесть книг о стаханских татарах. Первая книга именно Зерхабира Апанан, Китабе, Килинчи Май. Она жила в Килинчи. Килинчи – это татарское Ногайское село, Приволжское район и Дельвое район, Мурзалар Аула. Вот она там жила. И когда у меня вообще опыта не было, вот опыта не было, мы создали Астрахани Союз, это орган писателей в Астрахани. Вот эти уважаемые люди принесли свои, они все писали, кто-то, допустим, стихи писал, кто-то свои вспоминания и так далее, и так далее, и так далее. Свои ролики принесли, вот они положили меня на стол, фотографии там, какие-то статьи, рукописные и так далее, и так далее. Наиля, сделай книгу, я говорю, что, ребята, как я могу эту книгу делать, это же дело профессионалов. Они говорят, Наиля, вот ты открыла газету Иды, что-то все равно опыт есть, ты пишешь, ты из Татарстана, ты у нас представитель Татарстана.